«Давай-давай, торопись, Миха. Давай-давай, торопись, Миха, торопись. Что-то вас развело здесь, медведи-то. Плывёт из лахты на наволок». Уходящее лето побило все рекорды по количеству сообщений о встречах местных жителей с дикими животными в Кишском заказнике. Причём первое место в данном списке занимают медведи, сообщается на странице в соцсети. По примерным подсчётам местных жителей, мишек на Кишских островах – четверо, и с каждым годом их становится больше. «Когда дед мой здесь охотился, было счастьем для него найти медведя. Сейчас никаких проблем с тем, чтобы увидеть медведя не надо, они сами приходят к дому». Дело в том, что кишские территории входят в состав национального парка в Адлазерске. Охота на медведя здесь запрещена. В связи с участившимися жалобами местных жителей, сотрудники парка дают рекомендации содержать в порядке приусадебные участки, не привлекать зверей неубранным урожаем, запастись отпугивающими средствами. «По периметру своего участка и рядом с компостной ямой разместите пластиковые бутылки, в которые налейте немного уксуса, положите туда либо губку для мытья посуды, либо ветошь. И в середине бутылки сделайте несколько отверстий, чтобы содержимое испарялось, но не сильно. Запах будет разноситься, медведь не подойдет». Однако люди считают, что проблему необходимо решать системно, а не полумерами. «Пенсионерка пошла собирать крыжовник на своем участке. Вышел медведь из кустов к этому же самому крыжовнику». То есть, по сути, он ее выгнал. Она бросила это бедро, упала, побежала домой, муж увидел это, вышел, стал кричать, медведь не побежал. Он развернулся и вальяжно начал уходить. То есть медведи, они просто привыкли к тому, что это их территория, они приходят, людей не боятся, их никто не трогает. Как нам сообщил Андрей Прохоров, жители киржских деревень написали обращение к главе республики. Из Петрозаводска уже приезжали представители профильных министерств, которые изучили ситуацию на месте.